Всем привет! С вами Юля, создатель бренда Julia F. И это моя постоянная рубрика, которую я поддерживаю раз в полгода, тренды сезонов. И сегодня мы с вами поговорим о сезоне весна-лето 2024. Что будет актуально, свежо? Это видео для вдохновения, ни в коем случае не настаиваю на своем. Я, как всегда, лично посмотрела показы 11 брендов. Это Esquia Porelli, Chanel, Balenciaga, Gucci, Louis Vuitton. Ссылки на них оставлю в описании, на случай, если захотите посмотреть самостоятельно. Все эти бренды абсолютно разные по своему ДНК. Я проанализировала увиденное и структурировала информацию. И в этом видео мы, как обычно, по традиции ответим на топ-5 вопросов. Актуальные цвета, принты, ткани, фасоны и аксессуары. И небольшая ремарочка. Это видео для тех, кто интересуется модными тенденциями, но ценит свое время. Здесь мы не будем обсуждать каждый показ или каждую юбку в отдельности. И если вы хотите поддержать меня, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Для вас это абсолютно бесплатно. А мне безумно приятно видеть вашу активность. А теперь тренды весна-лето 2024. Начну, пожалуй, с того, что главным цветом года по версии понтона объявлен персиковый питч. Как говорят в институте цвета, это теплый, уютный оттенок, подчеркивающий наше стремление к единению с окружающим миром. Я считаю важным акцентировать ваше внимание на этом, потому что многие бренды представляли этот цвет на своих подиумах. И теперь вы будете знать, почему. Кстати, у меня на канале есть ролик о том, что такое понтон и как выбирают цвет года. И в этом видео есть ответ на вопрос. Понтон выбирает цвет года и этот оттенок становится популярным? Либо он уже популярный и понтон выбирает топ-актуальное? Ссылку на это видео найдете в описании. И еще тренды в одежде будущих сезонов создаются по той же схеме. Какие еще цвета будут считаться самыми топовыми уже этой весной? Как ни странно, это черный и белый, либо монохром, либо черно-белое сочетание. Если вы думали, что красный и бордовый всем наскучил в декабрю 2023 года своими колготками, которых было много во всех соцсетях, то это не так. И алый красный, и более приглушенный бордовый останутся на вершине модной горы. Так что смело внедряйте эти оттенки в свой гардероб. Если для вас красный жакет – это слишком, можете поэкспериментировать с сумкой или туфлями. Красные лодочки сделают любой повседневный образ по-французски романтичным. Для тех, кто смотрит вглубь, сообщаю, появляется новый еще более актуальный цвет – зеленый. Когда красный дойдет до своего пика, именно зеленый также повально заразит всех модниц. Также на подиумах были представлены серый, бежевый, синий, голубой. Голубой и синий наряду с зеленым выглядят очень сочно и свежо. Под каным хочу выделить денин, кожу, лаке и твит. Безусловно, это не все виды использованных материалов брендами, показах которых я смотрела. Там был и хлопок, и шифон, уверенно, можно было найти даже вискозу. У Валентина я обратила внимание на сетку. Это хорошая альтернатива прозрачным платьям из трикотажа. А также сетчатую вещь можно надевать поверх платья и тем самым образовывать многослойность. Она тоже будет в тренде. Бахрома. Ее дизайнеры стараются нам показывать практически каждый год, но пока что, видимо, у людей она все еще ассоциируется с ковбойским стилем или богом. А у Скиапарелли мелькал муслин. Берите на заметку, ткань очень крутая, особенно на лето. Любая бы точно обратила внимание на то, что подиумы явно демонстрировали нам полоску. Где-то мелкую, где-то очень крупную. Причем образы не всегда на морскую тематику, как принято понимать. Из этого следует вывод. Если вам нравятся тельняшки и свитера в классическую черно-белую полоску, смело носите их в грядущем сезоне. Однако, более свежо вы будете выглядеть в фасонах нестандартных для принта в полоску. Пусть это будет платье или юбка, цветы. Но, в принципе, ничего удивительного, что именно цветочные принты дизайнеры чаще выбирают на теплый сезон. Обилие клетки оставляют на зиму. Очень даже логично. Однако, я подметила на этот раз цветы необычные, либо вообще объемные. Ну что, теперь самые интересные фасоны. На актуальность модели одежды влияет все вокруг. И мы с вами в том числе. Мы с вами являемся теми самыми законодательными моды, к которым прислушиваются модные бренды и после создают свои новые коллекции. Ведь каждый бренд одежды хочет быть самым популярным, самым полезным, востребованным и актуальным. Поэтому все, что мы видим с вами на подиумах, как презентации будущих сезонов, есть выжилка из того, что мы с вами, обычные люди, уже сейчас носим. Правда, не все умеют смотреть показы. И когда нам демонстрируют голую девушку или модель в трусах, неопытные зрители принимают это за чистую монету. А так делать нельзя. Я занимаюсь просмотром и анализом показов уже не первый год, и у меня выработалась определенная насмотренность. И да, такое слово существует. Первое, с чего хотелось бы начать, с жакет в сочетании с юбкой. Либо юбка миди, либо короткая. В Киапарелле представили юбку своего узнаваемого кроя. Однако акцент в этом образе лично я вижу на сочетании вещей, а не на конкретной юбке. Широкие брюки. Их было очень много, и они с нами, кстати, с предыдущего сезона осень-зима. Безусловным актуальным решением будут брюки в сочетании с жакетом, либо объемным, либо наоборот приталенным. Раз уж заговорила о приталенном жакете, то, смею заметить, многие образы нам демонстрировали женственность. Оверсайза почти не было, за исключением особенностей ДНК некоторых брендов. Даже спортивные костюмы, которые я видела у Валентиага, джоггеры по фигуре и весьма узкие худи. Длинный подол. Причем не только в пальтовых изделиях, но и в жакетах, кардиганах и даже рубашка. Такие образы в пол выглядят неимоверно элегантно, когда я вижу кого-нибудь в длинном плаще или платье. Во время походки изделие развивается по ветру, и человек в буквальном смысле слова оставляет за собой шлейф чего-то загадочного. А вам так же кажется, или я одна такая? И уж точно никакой загадки не оставляют эти голые платья. Они актуальны не первый сезон, однако на текущий момент уже гораздо большее количество модниц готово к подобному эксперименту. Я не говорю об открытой груди. Эту перчинку добавляют для шоу на подиуме. Но неоднократно сама видела девушек в полностью закрытых платьях в пол и с прозрачной тканью, которая демонстрирует белье. И если у девушки отличная фигура, и это в ее стиле, то почему бы и нет бельевой стиль? Да, эти комбинации с кружевами неоднократно демонстрировали на подиумах, что может говорить о пошиве на производстве масс-маркета в большом количестве. Но что-то мне подсказывает, у людей еще не отболело, и пока что мы еще не готовы. А вот и нежданный сюрприз. Капри. Кто-нибудь вообще о них помнит? Я капри носила разве что в детстве, и давно это было. Не уверена, будут ли они пользоваться большим спросом, но инфлюенсеры уж точно застилизуют капри в своих образах. Нам не очень-то навязчиво демонстрировали деним, а уж тем более тотал деним, но джинсы были у многих брендов, и как отличительное качество, все они были прямого кроя и слегка объемные. Не оверсайз, но такие, чтобы не подчеркивать линию бедер. Необычный объемный лацкан. Полный очевидный дизайнерский ход, после того, как мы несколько лет наблюдали за ростом плеча, потом его уменьшением, за фасоном без талии, совсем без талии оверсайз, или супер акцентной линии фигуры. Даже рукава уже отдирали, вот лацканы и остались. Мне кажется, выглядит очень стильно. А я уже пошила себе такой, и прямо сейчас сижу в нем. Кожаные куртки в достаточно лаконичном крое встречались у нескольких дизайнеров, поэтому решила вам показать. Такие куртки вне временного фасона, и сочетать их в своих образах достаточно легко. Многие подиумы демонстрировали нам платье, либо просто топы под ворло без рукавов с открытыми плечами. Это все отголоски 2000-х, как и капри, и вообще все, что было на показах, крой, формы. Где-то это 2003 год, где-то 2006. У меня на канале есть видео про моду с 2000-го года по 2010-й. Там я подробно рассказываю о позициях каждого отдельного года. Если вам интересно посмотреть, как эволюционировала мода, ищите ссылку на видео в описании. Данный вид спортивного верха будет особенно актуальным среди фанатов сериала «Слово пацана», думаю, но даже если обойти сериал стороной, подобный верх очень свежо смотрится. Мне кажется, уже все так устали от этих вечных худи и свитшотов. Не могу не показать вам, как красиво смотрятся брюки на шлейках. Для меня это самый, что ни на есть, французский вайп, и прошлой весной презентовала подобную модель в своем бренде. Меня давно не удивляет тот факт, что я каким-то волшебным образом вижу будущее, но надеюсь, что в этом году мои брюки оценят большее количество модниц. Давайте уж с самого хита сезона балеток и начну. Да-да, с возвращением. Мы так давно о них не вспоминали, так давно не говорили, что это антитренд. Как раз об этом, наверное, и речь, когда мы слышим «все новое», «хорошо забытое», «старое». Но мой рекомендацион. Даже если у вас есть пара старых балеток, купите новые. В новых моделях сейчас более актуальная подошва, нос, цвет и тому подобное. Поверьте, если вы обойте старую модель, это будет очень заметно. Тофельки стиля Мэри Джейн все еще актуальны и круто смотрятся в сочетании с носочками. Что меня поразило и удивило, так это сланцы или сандалии через палец. Вот практически у всех обозреваемых брендов видела подобную обувь. Как свежий акцент образов, широкий кожаный ремень на талии. Такие мы поголовно носили в двухтысячных, и теперь, похоже, тоже будем. Повязки на голову. Вот я в видео про тренды на осень-зиму говорила о повязках от Киапарелли. И что? В инстаграм лента так и пестрила красными колготками, особенно под Новый год, и образами с повязкой в черном цвете. Даже я не осталась равнодушной. У меня тоже есть такие фотографии. Этот модный аксессуар останется с нами, но его цветовая палитра слегка расширилась. Нам продемонстрировали и белый цвет. На самом деле, как всегда, это не все тренды, только самые горячие, самые популярные среди обозреваемых в моем брендах. Конечно, в актуальном на весну и лето остаются образы в стиле олдмании. Об этом стиле у меня есть отдельное видео на канале. Прикреплю ссылку в описании для вашего удобства. Также останется препи-стиль. Он еще не успел наскучить. В 2023 году весной он был на самом пике своей популярности благодаря сериалу и в ролике того года я приводила статистические данные в доказательство моих слов. Так вот, этот стиль нам еще не успел надоесть, а также к концу 2024 года планируется выход второго сезона сериала Уэнсдей. Так что я думаю, препи останется с нами надолго, снова подключив к себе готику. Также на показах наступающего сезона я наблюдала несколько платьев в стиле Уэнсдей. Ну что, еще не устали? Я очень старалась не затягивать, но рассказать вам о самом главном. Доверять моим словам или нет – дело каждого, но смело заявляю, что я еще ни разу не ошибалась. А вообще, одежда – это способ самовыражения. Посему, если вы обладатель суперспецифического или аутентичного стиля, оставайтесь верными себе и просто будьте счастливыми. В ближайшее время готовлю для вас новые видео с образами из одежды на Wildberries, поэтому, если у вас есть какие-то идеи, предложения, пожелания, пишите об этом в комментариях. Хотелось бы быть максимально полезной для вас в этом году. На этом я с вами прощаюсь. Всем прекрасного настроения и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok